Перемяки судиться любят. Только за 2016 год. В различных формах судопроизводства судей Пермского края рассмотрели порядка 900 тысяч дел и материалов. Из них около полумиллиона это гражданские дела. Вообще, как говорят в судейском сообществе, рост количества гражданских исков от года к году – это региональная тенденция. В этой связи перед прикамскими судьями стоит серьезная задача – сделать так, чтобы вместо обращения к ФИМИДе граждане попытались решить спор самостоятельно, полюбовно. И для этого с 2011 года в крае действует институт специально обученных посредников – медиаторов. Столкнуться с процедурой медиации сегодня может любой гражданин, обратившийся с иском в суд. И если я все правильно понимаю, услышать слово «медиатор» он именно в тот момент, когда пойдет регистрировать иск. Все так? Да, все так. Сотрудники аппарата суда, которые занимаются приемом граждан, уже на том моменте, когда человек подает свой иск, они разъясняют, собственно, гражданину о том, что есть такая возможность пройти процедуру медиации, обратиться к медиатору. Могут дать контактные данные медиаторов, которые работают, либо здесь же в суде, либо где-то в судебном районе, на территорию судебного района. И уже медиатор попытается сделать так, чтобы работы у судьи было как можно меньше. Либо дело вообще до суда не доходит и заканчивается так называемым медиативным, то есть примирительным соглашением. Либо уже в суде стороны начинают намного лучше слышать друг друга. Они, когда уже услышали друг друга в рамках медиации, попытались договориться, они уже, бывает, в рамках судебного процесса заключают мировые соглашения, отказываются от иска в части полностью, также признают иск. Получается, что одно из главных преимуществ медиации – это экономия времени. Судебные тяжбы могут тянуться годами. Медиаторы, бывает, заканчивают спор чуть ли не на первой встрече. На первой же информационной встрече они дают согласие на заключение медиативного соглашения. Сразу от меня выходят, обращаются к суде, судя удовлетворяет их требования, а именно утверждает условия медиативного соглашения как мировое и прекращает производство по делу. Так, конечно, происходит далеко не всегда, признаются специалисты. С января по май этого года соответствующим соглашением завершилась лишь треть направленных к медиаторам в крае дел. Но польза от недавно созданной структуры в регионе уже очевидна, отметил на недавней пресс-конференции глава Прикамьи Максим Решетников. Одно решение суда есть, но проблема конфликта не ушла. И человек снова идет в суд, потом снова идет в суд. У них есть случаи, когда по одному и тому же вопросу под разным углом люди там по пять, по шесть раз в суд ходят. Потому что проблемы не устраняются даже при наличии судебного решения. Я считаю, что таким технологиям надо обучать муниципальных чиновников, да и краевых чиновников. Все, кто взаимодействует с людьми, они должны этими технологиями обладать. В общем, медиация должна стать повседневной практикой. В споре может и рождается истина, но до суда спор в большинстве случаев лучше просто не доводить. Роман Попов, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта».